Ну что ж, друзья мои, продолжаем эфир, продолжаем бизнес-канал на Финам.фм, его вторая часть, бизнес-класс, сейчас, собственно, в эфире. Тема, которую мы сегодня обсуждаем, сфера интеллектуальной собственности, как защитить интересы бизнеса и интересы правообладателей. Ну, тема актуальная, да, в свете последних событий, ну и в принципе, наверное, всегда мы говорим об интеллектуальной собственности, не всегда понимая, правда, что это такое. Ну, я надеюсь, сегодня моя гостья объяснит и ответит на все ваши вопросы, и на мои тоже, в том числе, уважаемые слушатели. Значит, представляю сегодня в студии бизнес-класс Анна Коняева, директор компании «Центр правового обслуживания». Анна, добрый день. Добрый день. Уважаемые слушатели, для вас я напомню, телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Собственно, можете присоединиться к нашему диалогу, к нашему эфиру, задать свои вопросы Анне, либо поделиться собственными мыслями по этому поводу. Ну и еще раз повторю, повод такой, интеллектуальная собственность, сфера интеллектуальной собственности. Ань, может быть, с этого и стоит начать? Что это такое? С чем его едят? Ну, для предпринимателей, наверное, важно знать, что они могут защитить, как бизнес, первое, свое коммерческое обозначение. Второе, наименование юридического лица тоже является объектом интеллектуальных прав. Третье, это товарный знак. Товарный знак, логотип, как его принято называть, одно и то же. Вот. И сейчас, ну, вот как бы, насколько интересно тоже предпринимателям, это введение антипиратского закона, да, вот всем как бы известно. И доменное имя защита, прав на доменное имя, и права авторства, понятие служебного произведения, кто как бы обладатель исключительных прав. Вот как бы тематики, которые, наверное, будут интересны радиослушателям. Вот. И мы специализируемся на этом, и я могу вот как бы пояснить, что и как защищать, и какие органы рассматривать. Давайте поясним сначала, от кого защищать. Да, вот у меня есть, я не знаю, зарегистрированное какое-то юридическое лицо. Я уже должен в защиту, в позу защиты какую-то встать. Хорошо, я понимаю, у меня есть там логотип, бренд, может быть, даже раскрученный, да, и, естественно, нерадивые какие-то ребята пытаются таким образом, используя его. Кстати, ну, такие часто встречающиеся примеры. Вот есть бренд, не будем его называть, их много всяких, да, а есть похожий, причем он и в цветовой гамме, и, что называется, шрифт похожий, да. Да, ну, там какая-то буковка вот небольшая изменена. Ну, да. Вот сейчас расскажу. Во-первых, вы правы, что вот наименование уже надо защищать, как бы, как вы говорите, встать в позу, да, действительно надо. Сразу же. Потому что при регистрации юридического лица многие не уделяют внимания тому, что вот они выбирают наименование, они выбирают просто, ну, какое им нравится, созвучное, может быть, они много лет где-то работали и говорят, ага, вот там хорошее название, я его себе возьму. Ну, вообще такие случаи даже очень распространенные работали в одной компании, взяли же ее название и продолжают работать. Ну, как бы, люди понимают, что, наверное, где-то здесь они могут понести ответственность, но, наверное, как бы не до конца понимают, какую. Поэтому, первое, для того, чтобы вот, как бы, правильно назвать свою фирму, надо проверить ее желательно на, вот, наименование на уникальность. А где это делается? То есть в открытых источниках, раз, ну, как бы, забивается название, да, в интернете хотя бы, как минимум, и посмотреть, в тех же видах деятельности не пересекаются ли они с конкурентами. Вообще эта услуга, как говорится, она есть в юридических компаниях, вот, допустим, у нас есть база Роспатента, мы пробиваем также на наименование, на уникальность, в том числе используя эту базу. То есть мы смотрим, есть ли такой товарный знак уже. А в Роспатенты самостоятельно нельзя обратиться с этой просьбой? Вы знаете, там они проверяют на уникальность, не просто на уникальность, они проверяют товарный знак. То есть это называется, как бы, если обращается непосредственно ФИПС, сам, ну, предприниматель, ну, во-первых, там полгода, там очень длительный срок рассмотрения, раз. И второй момент, то, что там проверяется именно как на уникальность, как товарный знак. А здесь надо шире тут смотреть, и налогоплательщики, какие зарегистрированы. Баз же много, вот открытых источников на сегодня очень много. И мы советуем, вот, советую предпринимателям первое пробить на уникальность, наименование. Второе, это, ну, предприниматель сразу говорит, вот у меня такой красивый бренд, и я его сейчас буду использовать. И тут же штампует визитки, рекламу запускает, и это тратит, ну, как бы, многие сотни рублей, долларов на вот это развитие своего бренда. И иной раз, не позаботившись о регистрации или хотя бы консультации юристов, насколько, ну, как бы, перспективно в дальнейшем, в будущем будет это зарегистрировать. То есть у нас примеров масса, да, как вот, как пострадали предприниматели и по уникальности, да, вот наименования, и в случае, когда они не проверили на уникальность бренда. Тем более у нас сейчас законодательство развивается, и сейчас многие не знают вообще, чтобы, ну, как бы, ответственность имущественная, она возросла, и она прописана. Можно не доказывать даже убытки какие-то. Есть в законе возможность просто просить компенсацию. И закон устанавливает, что от 10 до 5 миллионов, пожалуйста, предприниматель даже не должен вот что-то доказывать, что какие-то убытки возникли. Он говорит, я хочу миллион рублей компенсацию, потому что воспользовались моей интеллектуальной собственностью. Вот они под моим брендом выпускали продукцию. И достаточно будет этой продукции продемонстрировать в суду? Да, достаточно будет представить доказательство, что был факт нарушения. Та же самая визитка, да? Да, нарушение, да. Это может потребовать? Конечно, визитка, в том числе вот именно визитка, распространение рекламы, именно продажа товара под брендом, да, счет фактуры, там, накладная, по которой товар предоставили. Ну, смотрите, вот этот, ну, странный такой какой-то бизнесмен, который... Много таких бизнесменов, которые не проверяют. Вот он изначально, да, он, ну, как, легкомысленно к этому отнесся. Да, легкомысленно. Я вам говорю, многие работники уходят и называют свою компанию. У нас есть такие примеры, их множество. Вот ушли, занимались. Я сейчас не буду раскрывать, какая фирма, но я конкретное дело вот расскажу, которое мы вели. Фирма занималась там обслуживанием вентиляционное там. И, соответственно, имели работников, определенных работников. И, соответственно, часть работников уволилась и создали такую же фирму. Просто вот абсолютно с таким же наименованием, но в другом соседнем городе, да. Вот. Они продавали продукцию под этим наименованием, использовали другой немножко логотип. Но, как бы, они вот непосредственно не побоялись, да, сделать такой шаг. И, соответственно, к нам обратился работодатель, да, назовем его так, который вот... Ну, изначально, у которого они работали, да? Ну, изначально, у которого они работали, юридическое лицо. И попросил, как бы, помочь ему защитить свои права. Что мы сделали? Мы обратились в антимонопольный комитет, который рассмотрел это дело, вынес предписание сменить наименование. Причем, когда мы взялись за это дело, обнаружили 8 таких же похожих юрлиц. И мы взяли, ну, и, как бы, включили все 8 юрлиц. А не все бывшие сотрудники? Нет, а там один бывший сотрудник и вот, как бы, фирмы, которые тоже взяли и решили красивое наименование, почему бы нам его не использовать. Причем антимонопольный комитет вынес такое предписание. Ну, в данном случае нам повезло. что юридические лица просто вот взяли и исполнили это предписание. Не пришлось обращаться в суд, не пришлось обращаться за принудительным исполнением, кроме одной, которая там уже подлежала ликвидации. И, фактически, она действий никаких и деятельности не вела. Да, поэтому наш клиент был доволен. Дальше мы ему предложили, ну, попросить, ну, обратиться за компенсацией и убытки рассчитать, то, чтобы довольно много времени прошло. Ну, в данном случае бизнесмен отказался, он был рад, что вот нарушение было, вот, устранено, и он был просто счастлив и, как бы... Он такой лояльный бизнесмен все-таки, да? Да, лояльный, да, он не стал дальше, да. Мести крови не требовал, да, да, да. Ну, это повезло просто, потому что суммы, вот мы сталкивались, они значительные. Миллионные суммы, и причем, если там убытки доказывать, то убытки сложнее доказывать, но в любом случае, как бы, можно убытки потребовать в размере стоимости товара. Ань, спасибо, сейчас прервемся, новости послушаем, потом продолжим. Ну, что ж, друзья мои, продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам-ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Анна Коняева, директор компании «Центр правового обслуживания». Мы говорим на тему интеллектуальной собственности, как защитить интересы бизнеса и интересы правообладателей. Я напомню для вас, уважаемые слушатели, телефон студии 6510996, код Москвы 495 и сайт компании финам.фм. Вы можете позвонить, либо написать нам на сайте, задать свой вопрос Анне, поделиться собственными мыслями. Примеры, может, какие-то привести, тем более, что примеров масса, как Анна сейчас рассказывала. Ну, возвращаясь к этому примеру, кстати, Ань, на ваш взгляд, вот эти, как их правильно назвать-то, боже мой. Товарные знаки или наименования коммерческие. Нет, я про людей, которые воспользовались логотипами. Да, в данном случае наименованием просто. Наименованием, да, своих бывших обслуживателей. Вот они, это ведь сознательно, я не думаю, что они такие наивные, ушли, подумали, уволились, когда подумали, давайте мы собственную контору зарегистрируем, а как назовёмся, а давай так же и назовёмся. Я не думаю, что они вот так рассуждали. Они, я думаю, на это пошли сознательно, именно для того, что это уже был раскрученный бренд, правильно? Да, чтобы извлекать прибыль из раскрученного бренда. Не надо заново всё это, это всё-таки уже попахивает как-то. Да, и так часто бывает, и идут сознательно на то, чтобы извлекать прибыли, соответственно, да. То есть люди понимают, что потребители будут путать. То есть есть марка определённая. Эта компания, вот эта компания в данном случае, она работала там более 15 лет. Ну, представляете, что такое, ну, это имидж, который она заработала. Ну, опять клиентура. Клиентура, да. И люди, обращаясь непосредственно, они путали, они не знали, что это другая компания. Но это, тем не менее, всё попадает под всё-таки гражданско-правовые взаимоотношения. Ну, гражданско-правовые взаимоотношения. Мошенничеством здесь не пахнет? В данном случае, вы знаете, даже примеров не могу сказать, когда это рассмотрелось в качестве уголовного нарушения. Здесь всё-таки действительно необходимо неисполнение решений суда, допустим. Вот в таком вот варианте это может подойти под уголовную ответственность. То есть причинение вреда умышленно, да, вреда тогда уже там может быть. Понятно. Ну, хорошо, не будем о плохом. Давайте вернёмся всё же, вот попытаемся смоделировать ситуацию, когда человек пытается открыть собственное дело, не знаешь, по какой причине. Вот эту причину трогать больше не будем. По какой-то причине слово ему или там фраза какая-то ещё ему приглянулась. Вот, и он так по наитию, да, я вот так компанию свою и назову. При этом не знает он, да, что надо обратиться туда, 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 чтобы не было в дальнейшей проблемы. Ну, хотя бы, да, хотя бы самому пробить это наименование и посмотреть, кто пользуется и в какой деятельности именно используется это наименование либо бренд. А если это не связано с той сферой деятельности, которой этот товарищ пытается сейчас, да? Если не связано, то возможно использование. Другая сфера деятельности, там уже потребители не путают, тут веники вяжут, да, допустим, а там занимается интеллектуальным какой-то, выпускает там ИВМ базы данных, там, ну, я не знаю, понимаете? А компания одна и та же. А компания одна и та же, да. Нет, я подумал о том, что в конечном итоге это может сыграть на руку и то, и другое, потому что потребитель подумает, вот это, вот это диверсификация, понимаете? Нет, ну, если потребитель может быть введен в заблуждение, то, извините, да, то тогда обращается владелец марки или владелец зарегистрированного бренда, ну, владелец бренда либо наименования, да, и он говорит, вы знаете, потребители путают, они думают, что мы и веники вяжем, и вот примеры веники требуют, вот, понимаете, обращаются и требуют у нас веники, а эта компания, она использует наши цвета, да, фирменные, вот у нас тоже там синие, там вот такая вот звездочка вот здесь, и вот веники тоже вяжут, вот видите, синие цвета, тогда мы анализируем это, насколько как бы перспективен этот спор, насколько действительно тут может быть смешение, да, вот как бы и потребитель может быть введен в заблуждение, и, допустим, советуем обратиться, советуем, ну, самое сложное вот в этих делах, это закрепление доказательств, ну, идем в суд, да, нужно доказательства сначала создать, как бы зафиксировать, а потом обращаться в суд, многие бегут, вы знаете, бегут просто в суд, подают заявление, не фиксируют доказательства, и они проигрывают, вы знаете, потому что вот все-таки вот много вот споров, когда информация, допустим, размещается в сети интернет, да, допустим, я разместила, и потребители идут и покупают, да, а на меня подают, допустим, иск в суд и говорят, что я нарушила, так я беру, удаляю информацию с сайта, и все, на, потом в суде он, там, ответит, а истец, то есть в данном случае машет руками, говорит, что она была информация, показывает копии с сайта, я говорю, ну, это же копии, это же не является доказательством, принесите нотариально заверенную интернет-страницу, а такой нюанс, что интернет, заверенная нотариальная интернет-страница, она не заверяется, если уже есть суд, то есть это досудебная процедура, когда нотариус в порядке сохранения доказательств еще до суда, да, он фиксирует вот данное нарушение, причем не все нотариусы это делают, некоторые вообще не хотят связываться, поэтому бедные люди, они не знают, как вот зафиксировать доказательства. А как можно зафиксировать доказательства, если это связано с интернетом, действительно? Ну, вот один пример, это вы идете к нотариусу, причем надо найти, нотариусу, который заверяет интернет-страницы, если бизнесмен не найдет, но как бы у первого нотариуса, у второго, ну, у десятого как бы он найдет, но мы знаем, кто заверяет. А, понятно, у нас есть список. Да, у нас есть список, да, и, соответственно, перед тем, как идти в суд, сначала надо зафиксировать, добыть эти доказательства. Идете к нотариусу, просите заверить данную интернет-страницу, электронную переписку можно заверить, то есть открываете вот свои письма у нотариуса, нотариус делает скриншот, распечатывает и удостоверяет надпись, что, да, вот как бы зафиксирована такая-то информация. Вы получаете вот нотариально заверенные страницы интернет-сайта, на котором есть нарушения, и, соответственно, с этими доказательствами вы уже можете идти в суд, а не сначала бежать в суд, а потом как бы думать, а что ж теперь делать, потому что, ну, если они будут удалены, да, то как бы вы проиграете в суде, потратите время и деньги на расходы адвоката, представителя, которого допустил тоже так. Понятно. Мы заговорили как раз о действующем законодательстве в области защиты индивидуальных прав, вот о нем, если можно, Аня, поподробнее. Действующее законодательство сейчас, ну, источник, ну, основной закона это Гражданский кодекс, четвертая часть, да, и сейчас это законодательство развивается. Мы, опять-таки, знаем, что и изучаем проекты, которые сейчас имеются, Гражданского кодекса четвертой части, да, то есть есть предложение поменять определенные... Статьи. Да, вот, и, соответственно, вот в ближайшее время ожидаем. Ну, также, как бы, кроме Гражданского кодекса принимаются иные законы, вот мы знаем, что, вот, хорошо известно, это антипиратский, да. Антипиратский, да. Хотелось бы его тоже поподробнее обсудить. Да. Ну, вот, он, наверное, бизнеса касается в той части, что на сайте, да, того же бизнесмена может быть какой-то форум, да, размещен, и в этом форуме, на этом форуме пользователи обмениваются какой-либо информацией и могут размещать те или иные ссылки, да, допустим. И вот сейчас антипиратский закон, он распространяется только на кинофильмы, на фильмы. А, соответственно, сейчас ожидается вот проект нового закона, что будет распространено также на музыку и ВМ. И что это означает? Что если, допустим, владелец сайта, ну, не смог обнаружить, да, что вот незаконно размещены какие-то ссылки, да, то он может пострадать из-за этого, так как заблокирует весь сайт. Сейчас вот много обращений, много, как бы, подписей собрано против этого закона, чтобы его отменить, потому что... Ну, вот в этой части, по крайней мере. Да, в этой части, да, не прописано вот тоже предложение информационный посредник, который разместил его вина, зафиксировать. И вот, допустим, в проекте вот четвертой части, который вот мы ожидаем рассмотрения, там уже это зафиксировано, что такое информационный посредник, вот, несет ли он ответственность, если он не знал и не мог знать, а несет ли он ответственность в случае, если он знал, и вот ему его попросили удалить эту информацию, он все равно не удалил, да, вот как бы тогда вот ответственность будет. Ну, тут здесь достаточно непростой, я бы сказал. Ну, это прогрессивное вообще направление, но... Аня, прошу прощения, мы сейчас прервемся, у нас рубрика «Вне времени», а потом продолжим разговор. Ну, конечно. Вы говорите о законодательстве. Да, антипиратский закон. Насколько оно совершенно у нашей российской законодательства по сравнению, например, с аналогами там западными, или все-таки есть отличия? Ну, вот, допустим, тот же антипиратский закон, все говорят, и многие пишут, и мы анализировали, очень похож на американский, да, аналог. Но этот американский аналог довольно неплохой и довольно уже проверенный, поэтому неплохо, что мы его, как бы, тоже взяли, может быть, где-то и подсмотрели. И все-таки вы, наверное, согласитесь, что права многих авторов у нас не защищены, что вот нет у нас, не создано такой сильной защиты авторам, и они страдают от того, что идет нарушение, повсеместно идут ссылки, бесплатное скачивание. И, конечно, государство идет по тому направлению, чтобы защитить авторов, дать возможность им извлекать прибыль из того произведения, да, что они создали. Это нормальный подход, единственное, что здесь наше законодательство, оно развивается, и мы, вот, допустим, видим, что создан прецедент, и надо дальше немножко скорректировать здесь вот то же, что я говорила, информационный посредник, несет ли он ответственность за размещение. Потом сейчас рассматриваются поправки, чтобы не блокировать весь сайт. Зачем, вот, как бы, если есть нарушение, блокировать именно в части, да, потому что сам владелец сайта может и не знать, да, о допущенных нарушениях. Вот, поэтому, как бы, эти поправки, они достаточно прогрессивные и направленные на устранение, да, каких-то противоречий. И поэтому, вот, мы ждем, когда будут созданы больше прецедентов, больше, как бы, и судебной практики, которой мы можем тоже пользоваться. А мы на американскую практику в этом смысле не можем ориентироваться. Ну, на американскую, на судебные прецеденты нет. Тем более, у нас закон принят только лишь в части, в части только фильмов, да. А он не распространяется на другие, да, произведения. Поэтому мы сейчас, как бы, имеем то, что имеем. Мы взяли, как бы, часть какую-то, и вот сейчас идет использование этого закона. Мы смотрим, как там применяется, какие прецеденты там, вот. И, ну, мне кажется, это положительное направление, которое идет, как бы, навстречу авторам, которые создали интеллектуальный продукт. А, в принципе, сейчас пока это распространяется, как вы уже сказали, на фильмы, а, в принципе, это может распространяться на гораздо большее. Да, да, сейчас на музыкальные произведения планируется именно вот этот же закон. И на ЭВМ. Ну, все, что касается... ЭВМ это... ЭВМ программы, база, база данных, да. То есть получается, что, ну, если говорить это про антипиратский закон, но есть же у нас еще гражданский кодекс, часть 4, там основы прописаны. То есть авторы и сейчас могут быть защищены, но, как бы, там установлены пределы, да, имя автора, как исключительные права автора. Но сейчас речь идет о том, что просто очень серьезные нарушения именно киноиндустрии, наша киноиндустрия не развивается, да, поэтому начали, наверное, ну, как бы развиваться не так, как бы хотелось, да, допустим. То есть решили, что по этой причине она не развивается. Да, именно, ну, да, не зарабатывают авторы. Не дает возможность пираты это сделать, да. Ну, да. То есть в этом случае антипиратский закон, он, как бы, дополнение, да, уточнение вот к этой части, четвертой части. Да. Да. Хорошо. А что можно рассказать еще о сфере, о бизнесе, вернее, в сфере интеллектуальной собственности? Ну, мы говорили вот о брендах, да, и мы говорили о том, что необходимо регистрировать свои товарные знаки, проверять наименование на уникальность. Но вот что касается регистрации брендов, ну, наверное, предпринимателям также важно знать, что этот процесс вообще очень небыстрый, поэтому лучше, конечно, обратиться в первую очередь к компетентным специалистам, которые дадут очень точный анализ по поводу дальнейшей регистрации, потому что регистрация товарного знака, ну, идет обычно где-то около года, да, за это время уже предприятие развивается, вкладывает. Это любой товарный знак, независимо от сферы деятельности. Да, любой товарный знак, да, независимо от сферы деятельности. Поэтому тут главное правильно проанализировать, насколько перспективна, да, вот регистрация товарного знака. Если не перспективна, то отказаться или скорректировать. Вот к нам часто обращаются с каким-либо товарным знаком, который уже, конечно, используется. То есть перспектива в дальнейшем, она будет определяться именно этим? Есть что-то похожее или нет? Мы можем рассчитать, да, используя базы, которые у нас есть. То есть мы смотрим на товарный знак, он может быть графический, может быть словесным, может быть комбинированным, и графика, да, и словесное, и слово-лево, слово-сочетание. То есть мы проверяем на уникальность, смотрим, насколько он уникален, что используется, допустим, общеизвестные обозначения, сокращения, их вообще невозможно. Есть перечень, которые, слово, которое нельзя зарегистрировать в качестве товарного знака, да, допустим, известные какие-то сокращения, да, там, аудит-центр, да, допустим, или там, вот, ну, нельзя. Потом нельзя зарегистрировать, допустим, пример такой, если сапожник, да, там, изготавливает, там, ну, подбивает обуви, или, вот, то в этой деятельности нельзя использовать вот те слова, которые указывают непосредственно на вид деятельности, то есть сапожник, там, он не сможет зарегистрировать вот слово сапожник, там, связанная обувь, он эти слова не сможет зарегистрировать. Сапожная мастерская не может называться сапожной мастерской? Нет, она может называться сапожной мастерской, но именно эти слова не подлежат регистрации как товарный знак, Понимаете, никто не может в запожженной мастерской использовать эти словосочетания. И вот закон даёт много направлений и ограничений, какие есть. И, соответственно, надо проверять и сразу говорить, что можно использовать, допустим, какое соотношение должно быть правильное, чтобы зарегистрировать. Иногда мы советуем графику увеличить, иногда мы советуем унести какой-то уникальный шрифт, иногда мы советуем, может быть, даже поменять порядок словосочетаний, изменить. Потому что, допустим, одно слово, которое может быть введено дополнительно, оно может поменять весь смысл наименование. Причём то слово, которое бизнесмен хочет, оно останется, но будет немного изменено направление, и мы сможем зарегистрировать этот знак товарный, которым пользуется бизнесмен. Или одна буква. А без этого слова это было бы вряд ли? Да, да. Здесь шансы увеличиваются. Да, да, да. А проблема с латинским шрифтом сейчас существует? Раньше активно как-то? Да, я знаю, раньше активно были публикации, что отказываются. Но для того, чтобы зарегистрировать, необходимо подтвердить, почему используется причина, почему используется на иностранном языке, да, как бы товарный знак, почему. То есть если имеется контракт с зарубежной фирмой, есть привязка, да, как бы к поставщику, который поставляет продукцию, то мы регистрируем товарные знаки, то есть надо объяснить. Вот эксперт, когда проверяет товарный знак, он как бы, он, если есть какие-то сомнения, да, он задает вопросы. Соответственно, почему, допустим, вы хотите зарегистрировать фамилию, вот допустим, там, Иван Иванович, там, какое отношение вы имеете, да, соответственно, вот, и, соответственно, когда мы берем на регистрацию товарный знак, мы это все уже просчитываем, то есть мы уже просчитываем, как мы объясним, и вот, допустим, что у нас вот такое вот наименование, какие возражения мы можем заявить эксперт, то есть вдруг эксперт будет с нами не согласен, потому что у нас регистрация товарного знака разделена на три этапа. Во-первых, это анализ, да, на уникальности, на возможность регистрации. Второе, это сам подача. Анализ, кто этот делает? Ну, мы делаем сотрудники наши, да, с использованием, ну, и открытых источников, и базы данных, которые у нас есть. Мы можем проверить также заявки, которые уже поданы, да, допустим, вот поданы заявки, их еще нет в интернете, то, что там это и в базе данных. У нас, ну, есть определенная база по заявкам, мы можем и заявки проверить. То есть тогда это минимизируем риски, что такое обозначение уже зарегистрировано, и минимизируем риски, что уже подали, да. А, кстати, да, вот смотрите, уже подали, но еще не зарегистрировали. И я хочу подать, я встаю в очередь, и вероятность того, кто... Да, понимаете, тот, кто первый обратился, у него приоритет. Это вот оно как бы обозначение того, что все последующие, которые обратились с подобным товарным знаком, они уже не зарегистрировали. Поэтому есть базы, есть базы данных, да, которые также можно проверить и по заявкам. Но это вообще минимизирует, конечно, риски бизнесмена, да, который уже подавая определенную заявку, он уже фактически там на 90% уверен в том, что пройдет регистрация. Потому что это срок, я сказала, очень длительный. А 10% все-таки это не 100? Ну, не 100, но вы знаете, что многое зависит. Ну, допустим, еще есть вот возможность не согласиться уже в судебном порядке. Сейчас Роспатент еще рассматривается, такие жалобы, да. Ну и как бы вы же знаете, что создан суд по интеллектуальным правам. Вот это тоже изменение, которое вот произошло недавно. Поэтому мы говорим о том, что вот у нас были такие прецеденты, мы не согласились, обратились с жалобой. А насколько это перспективно? Опять-таки, если мы давали положительное заключение, но ведь тут же человеческий фактор, вот это эксперт, мы ему представили свои доводы, рассказали, представили документы, там, визитки, известность. Не убедили, да. Это отказывает, мы идем в суд или в Роспатент. Вот сейчас еще рассмотрят подобные заявления. И представляем там наши доводы. И вот, ну, вот как бы там недавно защитили, по крайней мере, у нас очень минимальная погрешность. Я даже вот не помню, чтобы мы подвели какого-то предпринимателя. И если у нас был прогноз, то мы его защищаем, свой прогноз. И уверены в этом. Или доводим до такого состояния товара, когда его можно уже зарегистрировать. Или графику добавляем, или, как я сказала, там, может, какую-то букву скорректировать. А вот смотрите, вот этот пример, когда эксперт по какой-то причине, да, это исключительно субъективная причина. Есть какие-то критерии? Есть критерии, конечно, они предусмотрены законом, но эксперт, допустим, может не согласиться, да, скажет, вот меня вы не убедили, я вот не соглашаюсь с вами. Но это все равно... Контраргумент не выдвигает никакие? Нет. Просто говорит, не убедили, и все. Мы получаем уведомление от эксперта о том, что как бы он не согласен по таким-то основаниям. И дальше мы уже готовим возражения, да, на вот доводы эксперта. Представляем дополнительные документы, мы имеем право и договоры, и всякие рекламные, сувенирную продукцию, которые предприятие использовало. Таким образом. Понятно. Но субъективный фактор есть. К сожалению, да, куда от него деться. Сейчас еще раз прервемся, новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня в гостях Анна Коняева, директор компании Центр правового обслуживания. Мы обсуждаем сегодня сферу интеллектуальной собственности, как защитить интересы бизнеса и интересы правообладателей. Я напомню еще раз. Телефон студии 651099,6, код Москвы495, сайт компании Финам.ФМ. Ань, поскольку последняя часть нашего эфира, если можно, давайте мы немножко, что называется, будем подытоживать. И я бы попросил вас еще раз, может быть, даже, да, и тем не менее назвать, каковы основные риски для бизнеса, да, для правообладателя, вот, кроются в этой самой сфере интеллектуальной собственности. То есть чего надо опасаться? Ну, опасаться, во-первых, предъявления требования к самому бизнесу, который использует, получается, чужую интеллектуальную собственность, да. В данном случае, я говорила, примеры, это наименование, используют доминное имя, часто предъявляется требование, товарный знак бренда, и суммы очень высокие, многомиллионные суммы. Это только компенсацию можно требовать, не доказывая убытков. Поэтому здесь, конечно, мы не говорим о том, что, не говорили о том, что сам бизнес может отслеживать нарушение своей права, и также, соответственно, мне кажется, это будет увеличивать прибыль, если отсеивать очень, ну, недобросовестную конкуренцию, следить за тем, чтобы именем никто не пользовался, и, соответственно, тоже хорошо защищаться самостоятельно для бизнеса. Ну и, конечно, это следить, это может даже привести к банкротству. Некоторые предприятия, если они получат такой иск многомиллионный, да, и, естественно, будет требовать уплаты компенсации, убытков, примеров много. Я понял. То есть нерадивые бизнесмены в этом случае должны задумываться, да, есть ли смысл вот таким образом использовать. То есть это относится к объекту интеллектуальной собственности. Надо тем, кто имеет раскрученные бренды, обязательно, конечно, регистрировать, обязательно посмотреть в открытых источниках, кто пользуется таким же номинованием, зарегистрированные, когда эти юрлица были зарегистрированы, потому что это тоже имеет значение. У нас бизнеса три года существует, потом ликвидируют предприятия, потом опять открывают новые, а в данном случае это очень плохо для регистрации бренда и доказывать в последующем свои права, да, поэтому надо уже сейчас задумываться, как зафиксировать именно право на интеллектуальные продукты. То есть вот пример, когда вы привели, он открывает бизнес, два-три года просуществовал, потом закрывает компанию, открывает новый под этим же брендом. Да, под этим же брендом, а кто-то другой вот очень небольшую деятельность ведет, но ведет, и бренд у него зарегистрирован уже и пользуется им 10 лет, и может сложиться такая ситуация, при которой этот бизнесмен обладает большими правами на бренд, да, или на именование. В последующем будет очень тяжело отстоять такому активному бизнесмену свою позицию, то, что он более известный на рынке, более вложил в свой бренд. Понятно, понятно. И работает уже, допустим, много лет. Конечно, надо сказать, как защищаться, да, в данном случае, вот мы не говорили, это первое, если вы видите, ваши права нарушены, первое, это можно до судебного порядка, как говорится, мы пишем претензию, мы говорим о том, что, извините, но вы нарушили наши права, как я говорила, сразу фиксируем это нарушение. Если это серьезное нарушение, мы идем к нотариусу, фиксируем это нарушение, заверяем интернет-страницу. Если это другой продукт авторского права, то здесь можно посоветовать произвести акт осмотра как оценщиком, который сможет посчитать стоимость уже убытков оценки. Он берет, фиксирует сначала, описывает и, соответственно, потом делает документы акта осмотра, и на основании акта осмотра потом рассчитывает, как бы, оценочную стоимость может рассчитать убытков, да, это раз, и, как бы, фиксация доказательств имеет огромное значение. Способов много, но, как бы, там основные способы, это акт осмотра, акт осмотра может быть не только вот произведена оценочной фирмой, но и фирмой, которая непосредственно может зафиксировать экспертная организация, которая в последующем акт осмотра будет иметь вес какой-то в суде, да. Соответственно, пишем претензии, фиксируем доказательства. Сам, если нарушитель не устраняет, да, и не восстанавливает наши нарушенные права, мы тогда обращаемся мужем в антимонопольный орган, да, потому что антимонопольный орган, он следит за нарушением в сфере конкуренции. Он рассматривает дело, может возбудить административное производство и вынести соответствующее предписание для того, чтобы нарушитель устранил, да. Но мы можем также, и у нас есть самостоятельное право обратиться сразу в суд. Без антимонопольного комитета, без антимонопольного органа мы идем сразу в суд. Опять-таки, наши доказательства уже должны иметь вес, потому что истец должен доказать нарушенное право, то, что свои требования доказать в суде. Иначе это опять будет потеря времени для того, кто обратился. Аня, вот исходя из вашей практики, часто ли досудебно вот эти конфликты улаживаются? Часто, потому что, вы знаете, огромные суммы в суде и издержки огромные, и затраты даже на юристов, если посчитать как бы все три инстанции, просто если ввязываться в дело, да. Ну, то есть люди вменяемые, да, ты приходишь к ним. Да, и вы знаете, и еще другой момент, это же все-таки сейчас информация распространяется довольно быстро, может распространиться. И вот сторонам приходится договариваться, чтобы, допустим, не выносить ссоры из-за збы, да, как говорится. А, кстати, пострадать может вот с этой точки зрения и один, и второй. Да, просто у нас был такой случай, был нарисован очень красивый товарный знак, вот просто недавно, да, и идет автор этого товарного знака, который участвовал в конкурсах там, и видит на автобусе свой товарный знак, потом видит щиты, товарный знак. Под другим причем, да? Да, конечно, конечно, он видит использование, он это все фотографирует, приходит к нам, говорит, я не поверила и на автобусах, и на троллейбусах, и там, и... А мне сказали, что я не выиграла, соответственно, мой товарный знак, ну, назовем это сейчас еще не товарный знак, а мой изобразительный, да, элемент, рисунок не был принят, а меня обманули, оказывается, вот... Давайте поподробнее. То есть вот этот пример, да, вот этот человек, он участвовал в неком конкурсе, он создавал, да? Да, он создал интеллектуальный продукт, предложил... Ему сказали там, что нет... Ты не выиграл, да, ты не выиграл, да, победитель другой, да. А сами тем не взяли? Да, да, но взяли, конечно, ну, тут в данном случае они использовали его изображение. Тут, может быть, даже не специально, может быть, как-то, я не знаю... Они взяли за основу, может быть, да? Да, там немножко, ну, немножко его изменили, несущественно. А вот в этом случае перспективы судебные есть? Конечно, мы все зафиксировали. Нет, мы уже получили деньги, мы все зафиксировали, да, обратились, вот, непосредственно к тому юридическому лицу, которое не оплатило. А оно что? Стали разбираться, там большая организация, в конечном итоге разобрались, что да, не заплатили, да, вот так вот получилось. И решили досудебно, да? Да, погасили все досудебно нашему предпринимателю, который непосредственно рисовал данное изображение, вот. Вот, но в данном случае закончил все быстро и до суда. Ну, это, как бы, очень хороший пример, потому что очень часто... Позитивный. Да, позитивный. Очень часто все-таки мы доходим до суда. Но, опять-таки, мы фиксируем все, и мы идем в суд, уже понимая, как мы будем защищаться, какие у нас есть доказательства, какое нарушенное право, если будет экспертиза, к кому мы обратимся. То есть у нас это, как бы, уже все просчитано, и мы, если идем в суд, то понимаем, что мы идем за победой, да? Кстати, еще раз по поводу просчитанной, надо, наверное, финансовую составляющую тоже, да, как-то озвучить. Вот финансовую составляющую, если мы говорим просто о регистрации, да, мы говорим, если мы говорим о регистрации товарного знака, то государственная пошлина в целом сейчас увеличена и составляет приблизительно там 30 тысяч рублей государственная в целом. Было время, когда там вообще копейки это стоило, да, 200 рублей, да, сейчас ожидается. Причем, опять, я подчеркну, независимо от того, да, какой род деятельность я собираюсь заниматься, товарный знак есть товарный знак? Да, госпошины увеличены, причем чем больше классов, тем больше, соответственно, классы это вид деятельности, в которых регистрируется этот класс, этот товарный знак. То есть всего около более 40 видов деятельности, в которых может быть зарегистрирован бренд, но мы не советуем бизнесу во всех классах регистрировать, потому что если он не используется, он может быть аннулирован, просто его надо использовать. И плюс еще за это заплатишь дополнительно. Да, госпошина доплатится, и, соответственно, мы обычно определяем виды деятельности, которые ведет наш клиент, плюс мы предлагаем, ну, зафиксировать в каких-то перспективных областях для клиента, которые, ну, как бы смежные с его деятельностью и могут быть потом использованы. Да, и, соответственно, вот подаем заявку уже исходя стоимость наших услуг, да, и вот юристов, она где-то колеблется в среднее, стоимость это тоже 30 тысяч, где-то это стоимость юридических услуг. Это фиксировано или процент от чего-то берете? Да, она делится на этапы, как я говорила, анализ, анализ где-то от 6 тысяч рублей, вот анализ на уникальность, он делается как заключение в письменном виде, со ссылкой, с приложением, с открытых источников, с базой, которую мы... И далее идет там 12 тысяч или там от 12 и выше, а второй этап подачи самозаявки, и опять-таки контроли, переговоры с экспертом. Аня, я прошу прощения, к сожалению, времени у нас совсем не осталось, я благодарю, что вы нашли, собственно, время посетить нашу студию. Уважаемые слушатели, спасибо вам за внимание, всего хорошего, напомню, Анна Коняева сегодня в студии «Бизнес-класс». Успехов в бизнесе, до свидания.